Коллеги, друзья, рад приветствовать вас! Одной из важных тем последнего времени стало принятие законопроекта 12.10 Верховной Рады Украины и мы, как уже опытные блогеры, решили записать подборку видео, чтобы ознакомить вас с ключевыми планированными изменениями и подсказать, как к ним лучше подготовиться. Сам текст законопроекта занимает несколько сотен страниц, и написан витиеватым, сложным юридическим языком. Для его ознакомления понадобится не меньше дня, а то и больше. К счастью, в наших двухминутных подборках видео мы сфокусируем ваше внимание на ключевых изменениях и расскажем о них простым языком. Видео будут делаться в исполнении меня и партнеров нашего отдела Андрея Серветника и Владимира Немаша. Ну что, приступим? Так что же нас ждет в новом в 2020 году. Первое. Изменения в администрировании. Внедрение концепции умышленного и неумышленного правонарушения. И уменьшенной ставки штрафа за неумышленное правонарушение. Предоставление налоговым органам возможности предъявить налоговые претензии компании-нерезиденты Украины. А также целый ряд изменений в порядке проведения налоговых проверок и их обжалований. Далее. Трансфертное ценообразование. Внедрение концепции трехуровневой отчетности, когда в привычной нам документации добавляются также мастер-файл и отчет воздействия стран, как уже сделали целый ряд стран-членов ОСР. Далее. Внедрение так называемого понятия конструктивных дивидендов, согласно которому некоторые операции будут приравнены к дивидендам с последующим удержанием налогового источника по ставке до 15%. Примерно таких операций могут быть нарушения по трансфертному ценообразованию. Изменения по налогу на прибыль. Существенно будут изменены правила по вычету процентных расходов, а также по амортизации основных средств. Далее. Внедрение такой концепции, как контролируемые иностранные компании для физических лиц. Настолько комплексное нововведение, что о нем мы обязательно снимем отдельное видео. Повышенные требования к сущности иностранных компаний, так называемый Principle Purpose Test, соблюдение которого необходимо для получения выгод от конвенций об избежании двойного налогообложения. Следующее изменение. Внедрение возможности обложения прибыли от продажи корпоративных прав украинской компании между двумя нерезидентами при соблюдении определенных условий. Кстати, целый ряд этих изменений будут иметь влияние на сделки с влияние поглощения M&A, о чем мы также расскажем в отдельном видео. Следите за новостями, подписывайтесь на обновление страницы и будьте в курсе ключевых событий в налоговой сфере. Субтитры создавал DimaTorzok